Привет, ковбой! С вами Ивойс Ребус и это обычный подкаст со статичной картинкой, в котором я расскажу, что будет происходить на канале в ближайшее время. Сегодняшний подкаст посвящен Ведьмаку, поэтому все планы будут касаться только его. Последнее видео по Ведьмаку было посвящено 100% магическому билду с максимизацией силы знаков и получилось довольно долгим, насыщенным и забрало у меня безумное количество сил и времени. Причем вопрос был не только в самом билде, но и в подготовке к нему, прокачка, быстрое прохождение до тусэнта, проблемы с доспехами, которые кстати вызваны не модами, а внутриигровыми багами. Но теперь основа сделана, марафон магических билдов можно сказать открыт и после непродолжительного отдыха и поиска остальных начальных легендарных доспехов я выпущу наверное 5 видео подряд посвященных магическим билдам. Уж очень меня зацепили эти билды на мага. Беря за основу один из знаков, первым будет Аксий, вторым Игни, насчет остальных в порядке очереди пока не знаю. А первые 3 видео посвященные магическим билдам скорее всего выйдут в течение следующей недели. Недавно я выпустил видео с обзорами модов, которые стоят у меня на Ведьмаке. Видео в целом было принято очень неплохо и по количеству просмотров и по количеству лайков. Кстати, ребята, если вам нравятся видео, то не забывайте ставить лайки, так как я понимаю, что видео интересное и стоит уделить этой теме или формату больше времени. И наоборот, если какой-то элемент понравился или не понравился, то напишите об этом в комментариях. Я постараюсь прислушаться и учитывать это в других видео. Так вот о модах. Видео принято хорошо, несмотря на то, что первый блин вышел, мне кажется, немного комом. Но запускать целую серию обзоров на моды я пока не решился. В планах стоит еще 4 видео. Это посмотреть моды на улучшение графики, моды на изменение геймплея, типа тех, которые давали возможность перековки доспехов и оружия. Вторая часть жизненно необходимых модов, которые не влияют на геймплей, которые, скорее всего, будут стоять у меня постоянно. И что-то еще я там планировал четвертое посмотреть, не помню что. В общем, вы в любом случае все это сами увидите. Все комментарии под видео о модах я прочитал. Для себя заприметил несколько заметок для будущих видео и несколько модов. Спасибо тем, кто оставляет на них ссылочки. И уже после этих видео посмотрим, насколько интересна данная тема вам и стоит ли вообще продолжать этим заниматься. Да, и еще. Касательно установки модов и интернет-ресурсов, которые я использую. В целом есть два способа. Вручную. Этим способом я ставил прошлые моды. Удобно, если есть желание поставить только один или два мода. И все. Или через Nexus Mod Manager. Что я буду делать дальше, так как модов придется ставить много. И о том и о том способе инфы в интернете довольно много. Нужно ли делать видеокайт по установке? Напишите в комментариях. Посмотрим. Моды я скачиваю либо с Mod Games. Ссылки были в видео о модах. Обычно там публикуются русифицированные версии. Я лично этому сайту доверяю и пользуюсь им, кажется, еще со времен Моровинда. И, конечно же, транснациональный Nexus. Можно сказать, первоисточник всех модов. Но на Забугорском. Моды для видео буду скачивать, скорее всего, с Nexus. Так как там всегда свежие, актуальные версии. На Mod Games есть не все моды, во-первых. А во-вторых, иногда обновление русифицированной версии приходится ждать. Что для нас в рамках видео о модах не совсем подходит. Также я не забываю и о других билдах. Во-первых, у нас запланирован с вами тест билда на Арбалетчика и на Бомбера. О которых я говорю уже очень давно. Во-вторых, есть желание запилить самому. И многие просят в комментариях. Самый бронированный билд, это, кстати, не сложно. И билд на сильную атаку. Мимо которой я как-то всегда проходил. А там же будут тесты на самые топовые мутации. Либо отдельно, если это будет интересно. Либо в рамках билдов. Также есть несколько идей насчет выполнения небольших челленджей. Например, нанести 250 тысяч урона одним ударом. Недавно мне прислали видео с этой цифрой. Попробуем повторить. Или, например, выполнить самые сложные испытания в игре. Какое, не скажу. Но попробуем несколькими способами. Что еще? Когда все необходимые базовые гибридные билды мы рассмотрим. Я подумаю об идеальном и самом каноничном билде. У меня пока нет мыслей насчет этого. Но уверен, что что-то подобное можно будет и запилить. Есть еще несколько идей для крутых роликов, которые только косно затрагивают механику билдов. Но они еще не совсем сформировались. Поэтому озвучивать их я не буду. К тому времени, кстати, уже должно выйти обновленное издание игра года с обновленным балансом. И я уверен, с некоторыми другими доработками. И мы посмотрим, что принесло нам оно и насколько наши крутейшие билды все еще актуальны. В принципе, это все планы на Ведьмака, которые есть сейчас. Многие просили еще рассмотреть Гвинт, но я думаю, что это не лучшая идея. Учитывая, что я не самый великий стратег и то, что нас скоро ждет игра полностью ему посвященная. Посвященная. Именно в нее мы точно плотненько засядем, ну а там посмотрим на мой скилл. И напоследок у меня к вам небольшая просьба. Я, в принципе, озвучил все свои планы на Ведьмака. Учитывая скорость выхода по одному-два видео в неделю, посвященному ему роликов хватит чуть ли не до конца года. Но если у вас есть пожелания или предложения, на чем стоит сделать акцент, то напишите это в комментариях под видео. С удовольствием почитаю и приму на заметку ваши пожелания. Соответственно, если, например, 10 из 20 комментариев будут говорить, что делай видео, о модах прямо сейчас, то я, может быть, и не буду выпускать 5 билдов на Мага подряд, а разбавлю его видео с модами. Ну а пока я пойду билдиться в Акси магический и собирать остальные начальные легендарные сетовые шмотки. Если вам понравился подкаст и хотите, чтобы они, ну, иногда, когда будут новости выходили, с новостями о канале, контенте, планах и так далее, ставьте ему лайк. Если нет, то ничего не ставьте, я и так все пойму. Спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео совсем скоро. И всем на этом пока-пока.